25 декабря 2019 уходящего года и поговорим мы о том, как за оставшиеся несколько дней перед праздниками привести кожу в порядок. Возможно, информация, на которую я буду акцентировать внимание, будет местами банальной и для профессионалов, может быть, это вещи очевидные какие-то, я буду рассказывать. Поэтому наш сегодняшний вебинар больше, наверное, ориентирован даже не настолько на косметологов, хотя о протоколах салонных процедур я тоже буду напоминать, которые лучше всего делать на выход и таким краткосрочным мини-курсом перед каким-то ответственным событием. В общем, это не обязательно Новый год, это может быть свадьба или еще что-то. И поговорим, естественно, о домашнем уходе, о каких-то мероприятиях, которые можно делать безопасно, безобидно, без каких-то последствий, которые могут повлечь за собой какой-нибудь ненадлежащий внешний вид во время какого-то ответственного события. Вот об этом мы будем с вами говорить и будем говорить о тех вещах, которые мы можем делать без особых, как говорится, усилий и затрат, в том числе и дома, помочь себе самому. И какие проблемы мы можем решать вот так вот достаточно быстро и эффективно, в том числе при помощи косметики Гильтек. Потому что, конечно, не все проблемы мы можем решать оперативно за 5 дней до праздников. Мы не будем сегодня говорить о коже с акне, о коже с какими-то проблемами, выраженными сосудистыми. Не будем говорить о коже с розацией, не будем говорить о каких-то патологических явлениях, которые, в общем, так быстро от них не избавиться. А будем говорить о тех состояниях кожи, в которые может, как говорится, попасть любой тип кожи, которые можно довольно-таки быстро привести в норму, то есть нормализовать. Для этого я напомню типы кожи, естественно, потому что нас могут слушать и, как говорится, совсем далекие от косметологии люди. И поэтому еще раз подчеркну, что очень важно, чтобы человек, который особенно подбирает себе косметику сам, не имеющий каким-то причинам или возможности или желания посетить про специалиста, он идет в магазин и подбирает себе косметику, иногда даже без помощи консультантов. И для этого хотя бы он должен иметь возможность более-менее правильно определять свой тип кожи. У нас есть, кстати, короткометражные видео на нашем канале в YouTube, и там есть так называемый влог-видеоблог. И там есть такие небольшие видео, где подробно я рассказываю, как определить свой тип кожи. И эти короткометражные видео, они могут помочь людям далеким, так сказать, от профессиональной косметологии разобраться немножечко в себе. Так вот, типы кожи – это нормальная, то есть когда выработка кожного сала вполне себе адекватная. Сухая кожа – это когда у нас кожного сала мало, меньше, чем хотелось бы, то есть меньше, чем в норме, то есть еще ее называют себостатическая. Жирная кожа или себорейная – это уже повышенная выработка кожного сала, соответственно, себума, поэтому себорейная. И, в общем-то, жирная кожа – это нормальный тип, то есть это норма, но если патологически повышена выработка кожного сала в сочетании с измененным его качественным составом, тогда это уже может быть патологией. Ну и как разновидность того или иного типа сухой жирной кожи, да, может быть кожа комбинированная, то есть могут быть какие-то участки, чаще всего щеки более сухие, например, а Т-зона с повышенной выработкой кожного сала с расширенными порами. И чтобы нам легко было сориентироваться, как потребителю, да, то есть если это не косметолог человек и хочет себе какой-то уход подобрать, то чтобы сориентироваться хотя бы между сухой и жирной, то проще всего, наверное, обратить внимание на внешний вид пор. То есть если кожа жирная, то поры видны, как правило, не всегда они атонично изъяют, но они, как правило, видны, они склонны к закупориванию, иногда даже единократное какое-то применение комедогенного средства косметического, особенно тональной какой-то основы, может привести к закупориванию пор визуально, которые иногда называют, так в шутку, нос как клубника. И на самом деле, если даже кожа испытывает чувство тянутости, шелушится и так далее, но поры при этом отчетливо визуализируются, скорее всего, у такого человека жирный тип кожи. И, как правило, таких людей беспокоит в течение дня жирный блеск, не вся косметика, как говорится, подходит, очень многие средства, они жалуются, что жирнят лицо. И таким образом можно как раз определить, что кожа жирная, бывает комбинированная с жирной Т-зоной, то есть тогда жирные блески, вот эти все радости с расширенными порами, они присутствуют только в центральной части лица, а щеки, может быть, совершенно интактные, а бывают, ну, прям вот, совсем жирная кожа, когда, в общем, все лицо отличается повышенной выработкой кожного сала. Если же кожа сухая, то, как правило, на вид она матовая, поры практически не видны, то есть их невозможно, как говорится, на большом расстоянии разглядеть. Даже они не склонны к закупориванию, сухая кожа, к сожалению, так как у нее мало кожного сала, соответственно, у нее нарушена чаще всего влагоудерживающая способность за счет этого. Склонна к гиперчувствительности, достаточность явно выраженной реакции, да, ярко реагирует на использование каких-то более агрессивных или просто обычных, но не мягких средств для ее очищения. Кожа, как правило, тоньше, чаще всего бывает сухая, но тут уже, как говорится, с вариантами. И поэтому хотя бы вот это вот базовое такое разделение желательно, чтобы каждый человек мог осуществить, потому что это спасет его от того, что он выбросит деньги, например, в магазине за крем, который, ну, изначально даже по своей базе, да, не по ингредиентам каким-то и так далее активным, а по своей базе ему не будет подходить, будет для него комедогеном. Самое простое правило это то, что для жирной кожи все-таки нужно выбирать какие-то более легкие текстуры, то есть сыворотки, гелии, может быть, эмульсии с небольшим содержанием масел и с минимумом комедогенных компонентов, а для сухой кожи как раз наоборот питание и какие-то масла, да, базовые в составе кремов, они являются преимуществом. Вот, а увлажнять нужно и ту, и другую. И тут уже мы плавно переходим от типов кожи к ее состоянию, да, что важно, эти состояния может испытывать любая кожа, да, как сухая, так и жирная. И очень часто путают эти два слова сухость и обезвоженность, но здесь надо понимать, что сухость это в понятии нашем, да, в области косметологии, да, считается, что сухость это все-таки недостаток липидов, жиров, то есть недостаток жира, а обезвоженность это недостаток влаги. То есть обезвоженность, она может быть как бы изнутри влага поступает плохо, а может быть снаружи плохо удерживается, да, или испаряется под влиянием каких-то агрессивных факторов чересчур быстро. Но при этом состав липидов может быть нормальным совершенно, или кожа может быть даже жирной, да, и иметь много собственных триглицеридов кожного сала, скажем так. Но при этом терять влагу, и чем больше кожа, например, подвергается каким-то агрессивным воздействиям, когда ее пытаются обезжирить, борясь с жирным блеском, какими-то спиртовыми лосьонами и достаточно агрессивными умывающими средствами, часто скрабируют, то сальные железы начинают наоборот еще больше вырабатывать кожного сала компенсаторно, чтобы удержать те остатки влаги, которые еще и есть. И поэтому жирная кожа очень часто становится обезвоженной в результате, например, неправильного ухода. И когда жирная кожа становится обезвоженной, человек, опять-таки, далекий от косметологии, не очень знакомый с физиологией, считает, что у него тип кожи поменялся, стал сухой, но раз шелушится, стягивает, значит, сухая. И идет в магазин, покупает жирный крем. При этом, естественно, эта база кремовая не подходит для жирной кожи, и начинается проблема с закупориванием пор, с образованием всяких воспалительных элементов и так далее и тому подобное. А на самом деле, как я уже не устаю многократно во многих видео повторять, достаточно было бы взять всего лишь какую-то сыворотку с гелевой, во-первых, текстурой, например, или очень-очень легкой эмульсионной текстуры, но содержащей максимум увлажняющих и влагово-удерживающих компонентов. Те же самые активные формы гиалуроновой кислоты, как в гельтайковских интенсивомоложения или 3D-овлажнения. Гиалуроновая кислота высокомолекулярная, которая будет удерживать снаружи влагу, создавать вот эту дышащую микропленку. И буквально там за пару дней вот эту проблему решить с именно обезвоженностью. Следующая проблема, которая опять-таки может коснуться любого типа кожи, это чувствительность, повышенная чувствительность. Я опять-таки не буду углубляться в какие-то патологии, когда кожа, например, пациентов с розацией реагирует на различные раздражители, минимальные совершенно, на которые у обычного человека кожа никак не реагирует. Все-таки розация – это патология, сейчас, к сожалению, молодеющая, видимо, из-за каких-то, может быть, экологических факторов или генетических изменений. Но раньше это было уделом пожилых, как правило, людей, сейчас встречается все чаще в более молодом возрасте, но это патология. А мы сейчас говорим просто о повышенной чувствительности, которая может развиться опять-таки вследствие агрессивного ухода, когда мы нарушаем наш гидролепидный барьер систематически регулярно, разрушаем его, например, используя какие-нибудь очищающие средства с жесткими павами, такими как лаурет или лаурелсульфат, ну, самая банальная причина, не используем тоник, используем жесткую водопроводную воду и так далее и тому подобное. Или, допустим, мы чем-то болели, принимали антибиотики или какие-то еще препараты, или нам приходилось какими-то антисептиками пользоваться. И таким образом мы нарушили еще и микробиомную прослойку, можно сказать, так ее иногда называют. То есть это нормальная микрофлора кожи, которая, в общем-то, тоже участвует, согласно последним исследованиям, в формировании иммунного ответа и защите кожи, то есть является частью нашего защитного барьера, а не только влага и липиды. И таким образом у нас кожа начинает проявлять повышенную реактивность, и это называется киперчувствительность кожи, то есть чувствительная кожа. То есть если такие вот функциональные какие-то нарушения, какие-то серьезные внутренние патологии вызвали повышенную чувствительность, то опять-таки мы с этим можем довольно-таки оперативно бороться. Проблемы, состояния, да, какие могут быть патологические еще, да, это проблемная кожа, это нарушение пигментации, это купероз. Но эти состояния, я их нарочно не выделяла красным цветом, красным цветом я выделила те состояния, с которыми мы можем оперативно и быстро побороться, потому что тема нашего все-таки вебинара «Как привести кожу в порядок за 5 дней». И поэтому вот эти вот состояния, да, когда кожа склонна к воспалениям, или есть патологические какие-то нарушения пигментации, или есть расширенные сосуды, телеангиоэктазии, то есть проявление купероза, например, с этим мы, конечно, быстро и эффективно бороться не можем. Это длинные, как говорится, курсы различных воздействий и препаратов, и процедур, которые, собственно, не являются такими экспресс-вариантами восстановления кожи. То есть с этими проблемами мы вынуждены все-таки во время праздников смириться, либо как-то маскировать, да, либо, как говорится, не обращать на них внимания. Вот, а следующее состояние – это тоничная кожа, то есть когда кожа выглядит усталой, то есть туркар снижен, тонус снижен, и могут быть нарушения капиллярного кровообращения, то есть так называемая кожа курильщика к этому относится, тусклая сероватая кожа в результате, не только курение может возникнуть, а просто из-за недостатка кислорода, из-за недостатка физических нагрузок, то есть нарушения кровообращения, из-за отеков, то есть лимфоток, когда нарушен, когда человек имеет сидячую работу довольно-таки длительную в каком-то там помещении закрытом, без доступа хорошего кислорода, и таким образом приобретает тусклый сероватый цвет кожи, не хуже, чем заядлый курильщик. Поэтому такая кожа как раз тоже нуждается в каких-то специфических мероприятиях по приведению в порядок, но в принципе можно восстановить свежий цвет лица достаточно быстро, если все делать правильно. И еще одна причина, по которой может выглядеть кожа тусклая и сера, это гиперкератоз, то есть повышенное роговение эпидермиса. Тоже не устаю повторять, что роговое слое эпидермиса, он автоматически должен отшелушиваться, и в молодом возрасте это происходит более интенсивно и быстро, в более зрелом возрасте уже замедляются эти процессы. И так как у нас каждый мертвый керотиноцид, покидающий роговой слой эпидермиса, это сигнал на базальную мембрану эпидермиса для того, чтобы там родился молодой новый, то вот этот весь процесс, он очень зависит от него качество кожи. И поэтому, когда у нас происходит повышенное роговение эпидермиса, то есть не отшелушиваются вовремя роговые чешуйки, то, во-первых, кожа выглядит плохо, тусклая и так далее. Во-вторых, питательные какие-то вещества, которые мы наносим снаружи, то есть топические препараты, например, косметические, которые мы используем для улучшения качества кожи, они не работают, потому что они не могут преодолеть вот эту заскорузлую корку из мертвых керотиноцидов. И таким образом, опять-таки, мы на это можем очень хорошо повлиять, если будем мягко и глубоко эксфолиировать регулярно кожу. И опять-таки, когда мы ее эксфолируем, мы должны тут же восстановить гидролипидный барьер наш, восполнить защитный барьер. То есть эти средства, во-первых, не должны убивать нашу нормальную микрофлору, во-вторых, они должны мягко очищать от избытка роговых чешуйок, от гиперкератозы, избавлять кожу лица, в частности. И таким образом, мягкие средства отшелушивающие, не скрабы, а как раз энзимные или энзимно-кислотные легкие поверхностные пилинги, эксфолиаторы буферные, которые не имеют низкого pH, имеют слабокислый pH, имеют небольшую концентрацию, например, кислоты, имеют, допустим, какой-то энзимный ингредиент, или только энзимный ингредиент, или только слабый процент АХ-кислот, например. При помощи таких средств можно достаточно быстро отшелушить верхний слой, без каких-то негативных явлений, требующих реабилитацию, когда действительно используются серьезные пилинги, и после которых происходит шелушение. Здесь, как говорится, за несколько процедур можно убрать лишние роговешие чешуйки с поверхности эпидермиса, при этом кожа не будет требовать какого-то восстановления дополнительного. И сейчас я хочу пару слов сказать о причинах. То есть мы уже так немножечко свели эти основные проблемы, с которыми будем бороться. И о причинах тоже я упоминала. Но еще раз, чтобы, как говорится, в одну собрать кучку, все причины, которые мы считаем первоочередными в появлении вот этих проблем, которые мы будем решать. Обезвоженность. От чего она возникает? Как я уже говорила, если влага не поступает изнутри, нарушен питьевой режим, нарушено капиллярное кровообращение, нарушен лимфоток и, собственно, сдавливает отечные ткани, например, кровеносные сосуды. И вот эти все внутренние проблемы, которые мешают поступлению в дерму, а у нас все-таки кожа питается от сосудов, от капилляров, и все питательные вещества, и кислород, и влага в том числе, она все-таки в большинстве своем приходит у нас, как говорится, с кровотоком. И там, где у нас хороший кровоток, хорошее кровообращение, там всегда хорошая трофика ткани. Ткани выглядят нормально, то есть кожа выглядит хорошо, она напитанная, она упругая. Как только у нас где-то ишемия, то есть не поступает кровь или плохо поступает, то, соответственно, нарушается трофика, то есть поступление питательных, активных, различных, очень важных для жизнеобеспечения тканей веществ в те места, где кровообращение нарушено. Так вот, нарушение капиллярного кровообращения – это одна из главных причин недостаточности влаги, то есть недостаточно уровня увлажненности кожи. Вторая – это гиперкератоз как раз. Это как раз гиперкератоз, то есть нарушение влагоудерживающей функции. То есть здесь может быть и избыточное роговение эпидермиса, и может быть, допустим, недостаточное количество или плохое качество липидов кожного сала, которые как раз и осуществляют эту влагоудерживающую функцию. Поэтому, например, как я уже упоминала, сухая кожа гораздо чаще страдает от обезвоженности, нежели кожа жирная. Ну, с этим тоже можно бороться. И, соответственно, агрессия внешней среды, то есть недостаточная влажность атмосферного воздуха и какие-то жесткие перепады температур, как, например, в нашем климате, в котором мы живем, мороз и теплые помещения очень пагубно влияют на уровень увлажненности кожи и вообще на ее сохранность. Жесткая вода, жесткие очищающие средства с агрессивными павлами, с поверхностно-активными веществами, отсутствие восстановления ПАЖ своевременного, то есть когда банально люди не используют тоник, потому что не считают это нужным. И ПАЖ кожи после очищения восстанавливается несколько часов, порядка час-два будет восстанавливаться. Если бы они использовали тоник, он бы в течение 15 минут был бы уже в норме. Вот это причины как раз обезвоженности кожи. И, естественно, бороться мы будем, увлажняя и изнутри, и снаружи. Причины повышения реактивности кожи, то есть чувствительность. Это проблема, которую тоже можно попытаться решить достаточно оперативно. Если это не патология какая-то внутренняя. То есть это реактивность, которая вызвана вегдососудистыми какими-то реакциями. И здесь как раз эта причина, она больше ближе к уже патологической реактивности кожи. Но зачастую, например, те же самые какие-то возбуждающие моменты, когда человек нервничает. Те же самые, может быть, какие-то несвойственные физические нагрузки, эпизодически возникающие, тоже могут привести к повышению чувствительности кожи. И если можно этот триггерный момент убрать, то, соответственно, надо убирать. Следующий вариант, причина – это уже тоже повреждающие факторы. Повреждающие факторы – это, опять-таки, разрушение защитного барьера как микробиома, микробной защиты, собственной полезной нашей бактерии, когда погибают от использования, допустим, каких-то бесконтрольного использования антибиотиков, антисептиков и так далее, агрессивного очищения, каких-то медицинских препаратов, особенно если кожа проблемная. И есть, да, конечно, будут записи, не беспокойтесь, будет на нашем канале. Все выложено. И промо-код, который я давала вначале, я в конце тоже скажу еще раз. Действия ультрафиолета. Очень агрессивные. Солнышко, к сожалению, как бы оно приятно не выглядело и не грело, к сожалению, ультрафиолет – это первая причина фотостарения, то есть каких-то возрастных изменений, самых первых, да, это причина ультрафиолет. И, опять-таки, ультрафиолет негативно влияет на состояние кожи, в том числе на ее чувствительность. То есть, если человек не защищается от ультрафиолета в соответствии с, допустим, с УФ-индексом, ориентируясь на него, я уже миллион раз, как говорится, про это рассказывала и во влоге, и в вебинарах, на всякий случай просто повторю, что проще всего СПФ подбирать по индексу инсоляции, то есть по УФ-индексу, который есть в прогнозах погоды, и ориентироваться на такие цифры, как 4, 6 и выше, да, то есть до там 2-3 нам вообще не нужен СПФ, между 2 и 4 достаточно, 8-15, и уже свыше 4, это значит уже СПФ должен быть выше 30. Если мы делаем какие-то агрессивные процедуры, пилинги и так далее, то мы сразу, вне зависимости от индекса инсоляции, используем СПФ максимальной защиты, то есть 50 и 50+. Так вот, еще из-за чего может чувствительность кожи повышаться, да, из-за того, что опять-таки неправильно подобран уход за кожей. И когда люди не могут определить свой тип кожи, например, о чем мы вначале говорили, и когда подбирают неправильно, или когда пытаются, например, имея ту же самую жирную кожу, постоянно ее обезжиривать каким-то агрессивным средством, они получают уже к проблеме повышенной выродуки кожного сала, еще и гиперчувствительность, приходится бороться уже и с тем, и с тем, да. Вот, например, если мы обезвоженность можем сравнительно недорогой сывороткой интенсивом омоложения быстро убрать, да, то когда уже гиперчувствительность присоединяется, и тотально обезвоженность вследствие агрессивного ухода кожи, то мы уже будем брать, например, не интенсив омоложения, а, ну, скажем так, более дорогостоящую сыворотку с тремя видами гиалуроновой кислоты, с пептидом увлажняющим дифопарином и с сокомалой эры, который будет еще уменьшать чувствительность кожи, да, то есть мы уже, как говорится, неправильно подобрав себе уход, можем потом потерять в экономическом плане, да, более дорогие средства нам более такие узконаправленные понадобятся. Соответственно, косметологические СПА-процедуры, которые подобраны тоже без учета противопоказаний, могут привести к повышению реактивности кожи, особенно если к этому есть склонность, предосположенность, например, у пациентов с розацией, да, в ремиссии, они могут пойти на какие-то СПА-процедуры, баню, сауну или там на солнышке полежать и тут же получить себе довольно-таки длительное обострение. Ну и нарушение местного иммунитета, опять-таки, после каких-то курсов антибактериальной или химиотерапевтической терапии, да, то есть какие-то препараты, которые вообще общий уровень иммунитета, да, вообще как бы отклик иммунной системы меняют и опять-таки могут убить нормальную микрофлору, в том числе и на коже, не только в кишечнике, вот, и тогда действительно нарушается тоже местный иммунитет, в котором активно участвует микрофлора. И поэтому как раз очень важно не только, как говорится, беспокоиться о том, как живут и чувствуют себя полезные бактерии в кишечнике, но и как чувствуют наши полезные бактерии у себя на коже. Да, я чуть попозже расскажу, как раз у нас новинка вышла, сыворотка ProBioskins Pro и пребиотиками с лизатыми бактериями, с альфа-бета-глюканом, с витамином С и допантенолом, с очень интересным составом, которое как раз работает на уровне микробиома и достаточно быстро его устанавливает. Поэтому для кожи, например, с повышенной чувствительностью, с нарушением местного иммунитета, такие препараты являются препаратами выбора. То есть хорошо очень восстанавливают ее. Причины от тони тусклого цвета кожи. Мы уже об этом поговорили, но основные причины две – это либо нарушение кровообращения, либо слишком толстый роговой слой, который придает этот тусклый оттенок. На тонус и тургор кожи очень сильно влияют какие-то производственные вредности, курение и, опять-таки, ультрафиолет. Например, любители солярия, они, как правило, имеют тусклую, атоничную и немножко пергаментную кожу, если, конечно, злоупотребляют этим. Нарушения какие-то внутренние в виде авитаминозов – это все нужно, конечно, не из пушки по воробьям корректировать, а сдавать определенные анализы, смотреть уровни каких-то важных витаминов или микроэлементов, таких как группа В, например, или витамин Д, потому что это тоже может очень сильно влиять на кожу. Но здесь, как говорится, мы за пять дней не разберемся, поэтому будем решать более легкие, более, скажем так, лежащие на поверхности проблемы. Опять-таки, нехватка кислорода, очень минимальные физические нагрузки, то есть гиподинамия, которая, собственно, способствует тому, что у нас коробощение нарушено везде, в том числе и в коже. А кожа, волосы и ногти у нас по остаточному принципу вообще питательными веществами, всеми полезными снабжаются, потому что у нас есть более главные органы – мозг, сердце и так далее. Поэтому, если нам не хватает, например, каких-то микроэлементов, то организм заберет их у, скажем так, менее нужных структур и отдаст более нужным. Ну, как самый такой пример основной, это когда в период лактации мать кормит младенца, и даже если она будет голодать, даже если она будет себя в чем-то ограничивать, например, жирность молока, и, в общем-то, относительно его качества, оно меняться сильно не будет, потому что организм заберет все, что нужно для поддержания жизни ребенка из костей, из зубов, из тканей кормящей женщины и отдаст, как говорится, молоко. Поэтому, конечно, здесь как раз вот этот пример, он иллюстрирует наиболее характерно тот факт, когда организм перераспределяет нужные какие-то компоненты между своими структурами. Поэтому, соответственно, нам нужно, чтобы всего было достаточно, и тогда будет, как говорится, доставаться и ногтям, и волосам, и коже. Ну, соответственно, уже такие какие-то моменты режимные, да, то есть это усталость, недосыпание хроническое, это какие-то нарушения, ну, некоторые очень так ревно соотносятся к биоритмам, да, в какую фазу проснулись, в какую там заснули. Не всегда это, к сожалению, возможно контролировать, это надо быть очень свободным человеком. Но, конечно, если есть возможность как-то компенсировать недостаток сна, потому что это очень сильно влияет и на кровообращение, на лимфоток, и на склонность к отекам, и на качество кожи, то, конечно, желательно это делать, да, не жертвовать сном в пользу чего-либо другого. Вот, и, соответственно, когда мы с причинами разобрались, да, мы можем поговорить немножечко о тех компонентах косметики, да, потому что мы сегодня будем говорить, конечно, о том, как при помощи косметики и определенных связанных с ней процедур по-быстрому решить те, как говорится, проблемы, которые можно решить быстро. Вот, и какие нам компоненты, собственно, нужно искать на наших баночках с косметикой, если мы не являемся специалистом, косметологом, не очень знакомы с косметической химией, но приблизительно понимаем, какая проблема спастигла, да, обезвоженность или чувствительность кожи повышенная, или гиперкаратоз, да, или атоничная, тусклая кожа. Так вот, те компоненты, которые повышают уровень увлажненности кожи, то есть восстанавливают гидролипидный барьер, да, это так называемые увлажняющие компоненты, да, они могут увлажнять как за счет того, что будут сохранять влагу путем окклюзии, да, то есть создавать тут эту пленочку на поверхности кожи. Она может быть, конечно, желательно, чтобы она была дышащая, не мешающая газообмену нормальному, естественному, вот, потому что можно, конечно, силиконовым гелем каким-то намазать, да, и сохранить все, что под ним есть, да, но при этом обеспечить себе парниковый эффект и закупорить поры и так далее. Не надо, конечно, бояться силиконов в хорошей косметике, потому что они все разные, их может быть минимум, да, ну, Гильтек практически не использует их, а вот другие марки многие и довольно-таки неплохие их используют, поэтому и в лекарственных каких-то препаратах они попадаются, поэтому не нужно их панически бояться. Есть летучие силиконы, которые просто придают мягкую текстуру в момент нанесения потом улетучивают с кожи. Есть, конечно, нелетучие, которые могут пособствовать закупорке пор, но это уже такая тема, знаете, неданного, скажем так, выпуска, вот, но мы как раз ратуем за какие-то более естественные увлажнители, которые сохраняют влагу в коже, и основным таким самым, наверное, вот с большой, огромной доказательной базой эффективности является гиалуроновая кислота. Вы все знаете, что она бывает различного размера молекулы, да, есть гиалуроновая кислота высокомолекулярная, которая как раз и обеспечит вот это поверхностное увлажнение, то есть эффект вот этой дышащей микропленки на поверхности кожи. А есть гиалуроновая кислота, так называемые активные формы, то есть это маленькие молекулы, кусочки вот этих дисахаридных цепей, которые способны даже преодолевать эпидермальный барьер, да, они, конечно, не в полном составе, да, в 100% нанесенной сыворотке интенсивомоложения, конечно, не проникнет на уровень дерма, да, или там 3D-увлажнения. Но какой-то небольшой процент ультрамолекулярной гиалуроновой кислоты, которая имеет вес от 5 до 20 кдт, действительно попадает по путям наименьшего сопротивления, через вводные протоки сальных, потовых желез, через волосные фолликулы, даже на уровень дерма. Это доказано исследованиями производителя, который поставляет гиалуроновую кислоту различных вот этих вот фракций по размерам. И, собственно, есть различные исследования, которые доказывают способность проникать ультрамолекулярной формы, например, на уровень дермы, даже без использования каких-то вспомогательных аппаратных воздействий, да, то есть аппаратных методик фактически. Есть низкомолекулярная гиалуроновая кислота, которая без аппаратных методик вряд ли дойдет до дермы, и там нужно совсем разрушенный гидролепидный барьер иметь. Вот. И тогда, конечно, ее, она очень хорошо стимулирует и выработку собственной гиалуроновой кислоты, и увлажняет, но ее нужно вводить аппаратами. Поэтому для такого вот как бы регулярного ухода, для дома лучше выбирать сыворотки, где есть ультрамолекулярная гиалуроновая кислота. Меня зачастую спрашивают люди, которые не являются профессионалами в этом, как вообще отличить, есть там гиалуроновая кислота, вот это биодоступных форм, активных, маленьких, маломолекулярных форм, или нет. Но самый простой способ, на мой взгляд, это посмотреть состав, и, как правило, если эта гиалуроновая кислота высокомолекулярная только присутствует, во-первых, она кладется в очень-очень небольшом количестве, она будет ближе к концу, это не страшно, то есть ей не должно быть много, потому что если ее положить много, то у вас ваше средство, сыворотка жиденькая, она превратится в такой густой гель или вообще в холодец, или в кусок мыла, потому что гиалуроновая кислота, она как гелеобразователь загущает очень хорошо водную среду, поэтому ее совсем немного нужно, высокомолекулярная, например, гиалуроновая кислота, и чтобы она уже свою вот эту функцию выполняла, поверхностное увлажнение, но, как правило, она пишется по системе инки или содиум гиалуронат, или гиалуронат натрия, по-другому, то есть это высокомолекулярная гиалуроновая кислота. Как правило, гиалуроновая кислота маломолекулярных фракций, она имеет еще какое-то дополнительное, коммерческое, может быть, название, в зависимости от поставщика, от производителя, может называться, например, ультрамолекулярная гиалуроновая кислота high silk, то есть будет содиум гиалуроновая кислота high silk, например, или может просто быть написано, например, гиалуроник acid low molecular, то есть если вы смотрите в составе, такой английский вариант, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, если низкомолекулярная, вот как у нас в гельтеке, тоже имеет свое название, она называется high silk, как раз низкомолекулярная, если еще более маленькая, то есть ультрамолекулярная, как в интенсивном омоложении или 3D-овложении, то вы найдете на баночке название гиалуроновая кислота high active, то есть high active ультрамолекулярная, high silk – это низкомолекулярная, либо низкомолекулярная, если на каких-то там не наших баночках, или английский вариант, может быть написано гиалуроновая кислота low molecular, то есть у вас, как правило, в составе будет 2 гиалуроновой кислоты тогда, чаще всего, потому что высокомолекулярная используется как поверхностный увлажнитель, а низкая ультрамолекулярная уже проникает глубже и работает уже как заместительной терапии, и поэтому вот такие, как правило, профессиональные активные средства, они содержат 2 вида гиалуроновой кислоты, либо 3 вида, как у нас в 3D-увлажнении в этой сыворотке. Понятно, да, этот момент? То есть, если вдруг какие-то вопросы у вас, вы не стесняйтесь, задавайте, потому что я как бы общаюсь с вами односторонне, то есть я могу только отвечать вам голосом, а вы можете писать мне в чат, поэтому я буду очень рада, если вы какие-то вопросы будете задавать, и буду сразу на них отвечать. Так вот, гиалуроновая кислота низкомолекулярных и ультрамолекулярных фракций, она увлажняет глубоко, плюс еще способна какие-то сигнальные функции выполнять, стимулировать выработку собственной гиалуроновой кислоты, зачастую стимулировать выработку структурных белков, дермы нашей кожи, то есть коллагена и эластина, дополнительного воздействия на фибробласты. То есть такие исследования, такие доказательства тоже есть. Что еще может увлажнять? Хорошо, хитозан, если есть в составе, комедицин, альпиниш, шиповатый тоже, сок алоэ вера наряду со своими известными успокаивающими и иммуностимулирующими свойствами обладает тоже свойством увлажняющим, хорошим. Есть сейчас очень, такую популярность набирают средства на основе сахаров, то есть глюкоза с ксилитом. Гельтек, правда, уже давно использует этот ингредиент, который сейчас называют инновационным некоторый, то есть это глюкоза с ксилитом в виде комплекса акваксил, вот в сыворотке, в маске, извиняюсь, аквудовольствия у нас есть, да, вот этой вот маски, которая наносится толстым-толстым слоем, да, вот она вот такая вот густая, и показывал, то уже неоднократно наносится вот таким вот прям толстеньким слоем где-то в миллиметр-полтора на 20 минут, и очень-очень хорошо восстанавливает тоже уровень увлажненности, а так как здесь еще находятся экстракты, в том числе вазоактивные, тамарника, плющ, бузина, постельница, лекарственная мальва, огурец, и вот эти вот экстракты, они дополнительно еще улучшают цвет леса, улучшают капиллярное коробращение, то есть такое как бы комплексное воздействие. Так вот, это акваксил, это тоже очень хорошее быстрое увлажнение, только нужно нюанс этот соблюдать, и обязательно наносить ее толстым слоем, потому что это фактически как гидрогель во флаконе, и должна она лежать на коже, как большой такой гидрогелевый пэтч. А потом мы ее влажной салфеточкой такой как бы намочились, стерли и нанесли свой обычный уход. Но об уходе конкретном мы еще сейчас поговорим. АХ-кислоты в низкой, в совсем небольшой концентрации, особенно молочная кислота, являющаяся компонентом нашего натурально увлажняющего фактора, влияя на проницаемость рогового слоя, во-первых, особенно для каких-то других увлажняющих компонентов, и восполняет, так сказать, как говорится, недостаток себя в натурально увлажняющем факторе, они тоже влияют на уровень увлажненности. Поэтому небольшое количество, например, той же самой молочной кислоты, но даже в каком-то уходовом средстве, который мы не смываем с кожей, может способствовать восстановлению уровня увлажненности. А если же это средство, допустим, предназначенное для эксфолиации, например, энзимная пектиновая маска, то там тоже есть молочная кислота 5%, которая тоже будет влиять на уровень увлажненности кожи, но наряду с отшелушивающими компонентами, такими как разрыхляющая мочевина или отшелушивающий, эксфолирующий папаин фермент, будет еще и бороться с гиперкератозом. Мочевина, как я уже упоминала, разрыхляет хорошо, соответственно, опять-таки, тоже способствует гидротации эпидермиса. Глицерин, кстати, очень хороший увлажнитель глицерин, который, так сказать, иногда участвует во всяких мифах, которые распространены в косметической химии, вообще, в околокосметологической области, якобы он там тянет влагу из кожи и так далее. В общем, на самом деле, конечно, в каждой шутке есть доля шутки, доля правды. Глицерин, в средствах, которые предназначены для европейской кожи, для нашего климата, не для, как говорится, Таиланда, например, они все содержат концентрацию глицерина очень маленькую, то есть максимум процента 4, иногда чуть больше в средствах, например, для тела. Но ни в коем случае средства не будут содержать, допустим, 30-40% глицерина или чистым глицерином, никто не будет мазать лицо. А вот, например, в средствах каких-то предназначенных для азиатского региона, азиатской кожи и так далее, они могут содержать большую концентрацию глицерина, действительно пересушивать кожу европейскую, где атмосферная влажность совсем другая, там очень влажный воздух, а у нас воздух, как правило, сухой. И поэтому действительно глицерин в большой концентрации или чистый глицерин, он будет обезвоживать кожу, а глицерин в небольшой концентрации, как вспомогательный ингредиент, он является одним из самых лучших увлажнителей. Витамин Е, как антиоксидант, еще увлажняющими свойствами обладает. Растительные масла некоторые, есть, конечно, масла, которые, наоборот, способствуют пересушиванию кожи, особенно если их применяют в чистом виде, например, самораспространен подсолнечным маслом, оно может подсушить. А вот какие-то масла, такие как масло сладкого миндаля, масло авокадо, масло виноградной косточки, масло ши, они, наоборот, тоже способствуют увлажнению. Но, опять-таки, есть соблазн, дешево и сердит, купить масло и намазаться им, не всегда это хорошо, потому что базовые масла, они добавляются в состав косметики в определенных концентрациях, тоже достаточно небольших, и поэтому чистые масла на кожу, как правило, не используются. Ну и, как я уже говорила, так как у нас от кровообращения напрямую зависит уровень увлажненности кожи, в том числе, естественно, вазопротекторы, то есть те вещества, которые могут укреплять стенку сосудов и улучшать реологию, то есть движение крови по ним, они будут способствовать и увлажняющему, как говорится, действию средств, в которых они находятся, в составе которых. Это экстракты арника, это экстракт конского каштана, как в нашем, например, антикуперозном геле, листьев красной винограда, арника, это гель для сухой и нормальной кожи, нео находится, в лосьоне концентрате нео находится, троксирутин в антикуперозном геле находится, цинтелла азиатская, лосьоне концентрате, например. И вот эти вот сосудоукрепляющие компоненты, они тоже способствуют увеличению уровня увлажненности. Надо понимать, что, например, не все средства можно использовать, допустим, как сосредства, и могут быть они, например, с подвохом, с каким-то антикуперозным гель наш, который содержит никотиновую кислоту, ниоцин, он действительно очень хорошо работает с капиллярами, но у некоторых людей с повышенной чувствительностью к никотиновой кислоте может даже вот эта минимальная ее концентрация, которая должна просто стимулирующий эффект оказывать, бывает, что вызывает такую же реакцию, как у обычного человека, вызовет большая концентрация никотиновой кислоты, то есть покраснение или локальное, пятнами, или целиком лицо вспыхнет. Поэтому всегда-всегда, если антикуперозный гель используете на своих пациентов, больше я к профессионалам уже обращаюсь, всегда делайте аллергопробы давайте маленький тестер, чтобы попробовали пару раз дома, и чтобы избежать такой вот реактивности, повышенной чувствительности к никотиновой кислоте. Надо сказать, что по наблюдениям моим и коллег, люди, которые продолжали использовать антикуперозный гель, несмотря на какую-то такую не очень дискомфортную конечно реакцию, потому что если совсем уж дискомфортно будет, никто не будет, все равно как те ежики есть кактус, но наблюдалось такое явление, как снижение этой реактивности, то есть поначалу кожа реагировала, вспыхивала немножко на никотиновую кислоту, на антикуперозный гель, а потом все это нормализовывалось и начинало уже в полной мере проявляться эффект сосудоукрепляющий, то есть кожа меньше краснела, меньше образовывались телеангектазии и так далее. Но такой способ использования немножечко с долей мазохизма я конечно не рекомендую, надо уже смотреть по ситуации, иногда некоторые пациенты используют ее на ночь, потом к утру все равно уже никаких явлений нет, а потом уже они и сразу после воздействия антикуперозного геля и никотинового кислотивого состава в составе не вызывают никаких уже никотиновых явлений. То есть такое вот как бы привыкание кожи к никотиновой кислоте в небольшой концентрации оно имеет место быть, но просто пациенту всегда нужно предупреждать, что она там есть и реакция может быть. И это не всегда аллергия, которая требует тут же приема срочно антигистаминных. Вот. Вопрос поступил а алоэ вера в больших концентрации сушит или нет? Алоэ вера на самом деле очень такой компонент интересный, действительно он очень активный, очень хорошо влияет на иммунитет, иммуностимулирующий, но по поводу сушит, алоэ вера никогда не используется в чистом виде в косметике, опять-таки, тоже это какой-то определенный процент. 2% это уже считается очень достаточно большая концентрация сока алоэ вера. Вот. Но существует уровня, наверное, масс-маркет, так можно выразиться, всякие средства, которые просто называются гель-аллоэ, алоэ вера-гель, ну что-нибудь такое в этом роде. И по факту, если вы посмотрите на эту баночку с этим алоэ, то там может быть вообще этого алоэ очень мало, следовые концентрации, а все остальное, допустим, какой-нибудь глицерин, глицерин, форпиленгликоль и так далее. И такой гель-аллоэ может действительно кожу сушить и вообще никак позитивно на нее не влиять. Вот. Если же косметика хорошая, профессиональная, например, алоэ там в определенной базе, да, и в определенной концентрации в гелевой базе, например, или алоэ, например, входит в состав крема какого-то или эмульсии, то она никогда не будет сушить. Вот. Поэтому, а чистый алоэ, да, он может даже раздражающий эффект вызвать. Если вы возьмете чистый сок алоэ, да, или выдавите его, например, из кусочка алоэ и намажите, то вы можете получить сильную реакцию кожи, например. Вот. Что касается реактивности, следующая проблема. Это, опять-таки, практически то же самое, что влияет на уровень увлажненности, да, то есть нам нужно сохранять гидролепидный барьер, соответственно, его влагодержащую способность, влагу внутри, да, кожи, в частности, в эпидермисе, и обязательно сохранять микробиом, да, то есть и микроповреждения какие-то, да, опять-таки результат агрессивных каких-то воздействий, микроповреждения должны быстрее заживать. Для чего мы используем как раз проприбиотики, например, вот из сыворотки пробиоскин новый, для того, чтобы быстро восстановить микробиом. Для чего мы используем депантенол, как, например, в, кстати, в ней он тоже есть, вот, и, например, большая концентрация в гелинцефрегенерации, которая используется на поврежденную кожу, тоже для того, чтобы быстро-быстро у нас выстроились эти кирпичики, которые цементируют, собственно, наш защитный барьер. Вот, сок алоэвера, опять-таки, благодаря иммуностимулирующему воздействию в небольшой концентрации, которая нужна, будет тоже снижать реактивность, поэтому в большинстве средств успокаивающих он присутствует, конечно, это не отменяет аномальной реактивности у людей, у которых просто аллергия на сок алоэвера, может быть, да, на все что угодно может быть аллергия у человека, вот, но это случается очень-очень редко, вот, поэтому все влагоудерживающие компоненты, все иммуностимулирующие, все заживляющие, плюс пребиотические и пробиотические компоненты, про это когда мы компоненты бактерий на кожу наносим, да, вот мы не можем на кожу нанести живые бактерии, да, пить их, например, можем, а живые бактерии нет, потому что любое косметическое средство, оно проходит различные тесты на микробиологию в том числе, и наличие живых бактерий в косметике, оно недопустимо, вот, но есть частички бактерий, лизаты бактерий, да, например, бифидум, лилакто, кока, да, бактерий, и которые обладают, ну, по аналогии, наверное, может быть, с вакцинами, да, стимулирующим действием, да, то есть у нас вакцины тоже есть живые, да, например, инактивированные, например, от полиомиелита, вот, и, естественно, частички бактерий, они тоже подстегивают иммунитет, да, являются теми компонентами, которые как раз активизируют наши, в данном случае, полезные бактерии на коже, да, по аналогии, как это происходит в кишечнике при помощи живых бактерий, тоже каких-то, допустим, неживых, вот, а еще существуют пребиотики, это, грубо говоря, корм для этих бактерий, для наших полезных, которые будут вытеснять бактерии патогенные, такие как пропионбактерии, окна, например, клещ Демодекс, чтобы их избыточного количества не было, да, потому что небольшое количество их должно присутствовать на коже, и, собственно, им нужно чем-то кормиться, им нужно создавать оптимальные условия для их существования, комфортные, и для этого используются пребиотики, то есть фукагель, биосахаридная смола, как в нашем увлажняющем геле Плюс, как в нашей новой сыворотке Витаматрикс, то есть, ну, у нас сейчас вот этот компонент мы очень любим, потому что он и увлажняет, и хорошо восстанавливает кожу, вот, опять-таки, пребиотиками уже с такой хорошей доказательной базой является альфа и бета-глюкан, бета-глюкан еще и иммуностимулирующим действием обладает, вот, и все вот эти вот факторы, они как раз влияют на сохранность и развитие нормальной микрофлоры, да, которая будет нас защищать, то есть, это вот, что у нас на реактивность влияет, да, на тонус кожи и цвет лица, что будет влиять, ну, в первую очередь, вазопротектор, конечно же, потому что нам надо кровообращение улучшить, это могут быть и экстракты, да, как в антикуперозном геле или в геле для сухой нормальной кожи, зная лосьонеконцентратия, нео, арника, например, да, конский каштан, лиси красного винограда в антикуперозном, кстати, арника, плющ, пассейнце лекарственной амалию, агурет, есть еще в маске акуаудовольствия, которую я вам только что показала, и она тоже очень хорошо влияет, улучшает капиллярное кровообращение. Флавоноиды тоже являются теми компонентами, которые улучшают капиллярное кровообращение, то есть, они еще и на иммунный ответ, конечно, влияют, ну, дегидрокерцетин, самый известный, да, вариант, который у нас в серии нео, да, то есть в антивозрастном геле с нео, с пометкой нео, и в геле сухой, нормальной кожаной нео, лосьоникоцентрате, там везде липосомальный дегидрокерцетин, который является очень активным биофлавоноидом, используется в медицине, например, для изготовления гидрогелевых покрытий, которые на свежие раны, например, используются, тоже дегидрокерцетином, и, опять-таки, иммунный ответ нормализуют антигистаминным действием, то есть, антиаллергическим обладают, и, капиллярное кровообращение и обмен веществ, атрофику тканей, троксирутин тоже, троксирутин, наверное, все знаете, гель троксивозин аптечный, это его основной действующий компонент, то есть, это хороший такой вазопротектор, соответственно, раз это вазопротектор, то есть, сосудоукрепляющий компонент, он будет влиять на кровообращение, капиллярное в том числе, на тонус кожи, на состояние дермии, соответственно, эпидермиса. Витамины, антиоксидантным действием, которые обладают и в первую очередь, борются с свободными радикалами, в том числе, и стимулирующие кровообращения, такие как никотиновая кислота, витамин ПП, А, С и Е, это известные антиоксиданты, витамины, тоже, опять-таки, используются они в стабильных формах, которые, собственно, не разлагаются быстро, под влиянием окружающего воздуха, а успевают поработать на коже. Есть они, витамины А, С и Е, как раз вот в сыворотке Витаматрикс, нашей новой, из Хом Киа, которая еще и со светоотражающими частичками может использоваться вместо крема, то есть она по факту кремовой текстуры, вот такой, на камере, конечно, вряд ли будет видно светоотражающие частички, то есть, насколько она придает сияние лицу, это, конечно, не хайлайтер, это просто такое здоровое свечение изнутри, вот, но самые основные компоненты здесь, конечно, при биотике фукогели, витамины, в том числе в стабильной форме витамин С, аскорбиоглюкозид, вот, которые борются с реакциями перекисного окисления липидов, то есть защищают нас от, в первую очередь, фотостарения, да, свободно радикальных каких-то вот повреждающих реакций. Дмайя, который дает лифтинг, тоже на тонус кожи, на торгар влияет, ну, в антикуперозом геле в данном случае оно у нас есть, диметиламиноэтанол, и различные экстракты, которые обладают как антиоксидантным, так и стимулирующим действием, которые всякие обменные процессы запускают, ну, ускоряют в коже в том числе, которые заживляющим действием обладают, которые успокаивающим действием обладают, то есть все вот эти вот компоненты, да, они будут хорошо влиять на тонус кожи и цвет лица, то есть освежать его. Далее, естественно, мы хотим бороться с морщинами, да, и те компоненты, которые предотвращают образование морщин, ну, в первую очередь, это, конечно, биомиметические пептиды, такие как аргирелин с нашей сыворотки миорелакс, да, или бетаагеля, вот, его и же аналоги, да, то есть собратья, можно сказать, под действием, это различные пептиды, которые называются на 8, синей, клюфосил тоже, которые обладают сходным механизмом действия. Вот, это гиалуроновая кислота как раз вот этих активных фракций, да, то есть ультра и низкомолекулярные, которые тоже сигнальным таким действием обладают, во-первых, стимулирующим, во-вторых, они хорошо гидратируют кожу изнутри, уже глубокие слои, например, до уровня базальной мембраны эпидермиса, частично дерму, может ультрамолекулярная гиалуроновая кислота проникать, вот, и поэтому кожа становится более упругой. Опять-таки, антиоксиданты, какие-то специфические омолаживающие компоненты, например, фиткультура, яблок, мальч, зооместика, как в сыворотке интенсив омоложение, и тмая. То есть это то, что влияет на упругу с кожей. И помимо биомиометических пептидов, есть еще пептиды матрикины, например, которые стимулируют фибробласты дермы. И вот, например, матриксил Морфомикс, это как бы последнее поколение матриксила, матрикина, раньше был матриксил Синт-6, матриксил трехтысячный, которые использовались для укрепления кожи, то есть разглаживания морщин. И вот, например, у нас вышел шикарный совершенно крем с эффектом лифтинга для век. Мы очень-очень ждали на самом деле крема для век, потому что у нас был всегда гель противоотечный, немножечко отбеливающий, но это не крем, сухую кожу, а даже прижирный кожа вокруг глаз может быть суховатой. Конечно, хотелось что-то питательное. Наш увлажняющий крем, конечно, можно наносить на область вокруг глаз, но это не специфические как бы средства для кожи вокруг глаз. И вот, наконец, у нас сделали наши химики формулу совершенно прекрасную с пептидом, с этим, с матриксилом, морфомиксом последнего поколения, с кофеином, с подтягивающим лифтинговым агентом полуланом, как вот в сыворотке актив лифтинг у нас раньше тоже, ну и сейчас используется этот компонент. И здесь, конечно, просто все в одном, да, и противоотечный, и против темных кругов эффект, за счет кофеина, и подтяжка, и именно стимуляция изнутри за счет вот этого вот пептида матрикина, который называется матриксилом, морфомикс. Вот, то есть такие вот ингредиенты надо искать в средствах, которые предотвращают, например, морщины, улучшают упругость кожи. Вот, и, значит, что мы, собственно, можем, как говорится, зная, чем мы будем работать, да, и сколько у нас есть времени, да, что мы можем сделать, например, в салоне. Вот, значит, блок небольшой на пару минут для профессионалов, да, естественно, мы можем делать, первое, это неповреждающие процедуры, потому что какие-то пилинги, какие-то чистки, еще что-то, какие-то лазерные воздействия, высокоэнергетическими лазерами, да, мы не можем делать перед каким-то ответственным событием, потому что все они, как правило, требуют реабилитации, все они имеют риск, что, как говорится, что-то пойдет не так, вот, и поэтому мы можем делать только физиологичные, мягкие воздействия, которые не повлекут за собой каких-то, во-первых, проблем, да, и осложнений, а во-вторых, не требуют абсолютно никакой реабилитации, и что это может быть, да, ну, если у нас выражен гиперкератоз, тусклая кожа за счет утолщенного эпидермиса, понятно, мы должны его как-то убрать, да, и для этого мы можем использовать, например, полностью атравматичную чистку, чтобы не давить ничего, не удалять, даже если есть там парочка спалений, спокойных, потом консервативно пациенту сказать, как их вылечить, да, и просто, чтобы мы не травмировали кожу, да, то есть не травмирующие процедуры, и атравматичная чистка, например, в которой может использоваться как, например, энзимная пектиновая маска, так и сочетание энзимной пектиновой маски и дезинкрустантов, если мы ультразвуковой аппарат имеем, да, для того, чтобы ультразвуком еще дополнительно убрать гиперкератоз, то есть ультразвуковой пилинг сделать, и, как правило, мы делаем в протоколе о травматичной чистке поросуживающую маску и потом делаем успокаивающую маску. Успокаивающую маску вы все, наверное, уже сто раз слышали от меня, самый такой беспроигрышный вариант любимый, это использовать средства наши, это гель для сухой и нормальной кожи Нео в сочетании с лосьонным концентратом Нео и вот такой вот одноразовой масочке, да, то есть вот эту завершающую маску с так называемым как его иногда называют вау-эффект или эффект фарфоровой кожи это уже как бы наши постоянные как говорится люди, косметологи, которые уже работают так давно называют и их пациенты сделаем маску с вау-эффектом называется, да, вот, то есть это просто очень хорошая успокаивающая маска, которая влияет и на сосуды, и на тон кожи выравнивает его, сосудики сужаются и получается такой ровненький, ровненький, светлая личико так вот, после отравматичной чистки так же, как и после травматичной комплексной обычной, да, эту маску очень делать хорошо вот, и после других каких-то аппаратных и безаппаратных воздействий тоже хорошо ее делать именно как раз в каких-то процедурах на выход мы наносим мы наносим на кожу гель для сухой нормальной кожи нео средним слоем в завершении процедуры то есть когда у нас этап маски уже идет потом кладем вот эту масочку пропитываем ее при помощи кисти лосьоном концентратом жидким концентрированным 10% раствором дегидрокарцетина липосомального по сути, да, плюс экстракты еще там в составе в том числе вазоактивные и закрываем сухим махровым полотенчиком и на 15-20 минут мы оставляем эту маску после этого снимаем ее и получаем тот самый эффект фарфоровой кожи наносим финальное средство это может быть сыворотка крем-сыворотка Витаматрикс антиоксидантный котель это может быть наш всем известный давно любимый увлажняющий крем особенно если нам SPF какой-то минимальный нужен да, у него есть SPF 10 вот, то есть финал и таким образом атравматичная чистка то есть чистка при которой мы ничего не удаляем и агрессивных каких-то воздействий не оказываем чисто разрыхляем убираем гиперкератоз допустим энзимной маской ультразвуком или чем-то одним из этого после этого делаем допустим успокаивающую маску вот такую и получаем или поросуживающую сначала потом успокаивающую получаем вот такую вот очень-очень мягкую деликатную но деликатное глубокое очищение кожи то есть получаем в результате ровно гладкий цвет лица без, как говорится без вот этой тусклости которую вызывают избыток кератиноцитов мертвых на поверхности эпидермиса вот еще из аппаратных например процедур естественно мы можем делать те процедуры которые опять-таки не имеют повреждающего воздействия но при этом насыщают очень хорошо кожу активными веществами это форезы то есть форезы это ультрафонофорез ионофорез электропорация соответственно самый такой золотой стандарт для форезов это конечно гель-концентрат с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой тут мы всех зайцев сразу убиваем и стимулирующие воздействия и заместительная терапия все в одном вот при этом как говорится тоже это все не вызывает никаких негативно дискомфортных ощущений у пациента вот у фонофорезы у него меньше каких-то противопоказаний там нет вообще ограничений по поводу наличия имплантов зубных и всякого металла в области воздействия а ионофорез электропорация это электрометодика там уже есть как раз не стоит использовать если есть какие-то металлические конструкции в лице но при этом опять-таки мы об этих процедурах очень много говорили можно всегда посмотреть вебинар на тему какой-то определенной методики вспомнить все показания противопоказания вот и форезы они конечно являются классической физиотерапией и если у нас есть до праздников например дней 5 мы можем конечно не полный курс 10 процедур делать а успеем сделать допустим 4 процедур или даже 3 и это все равно будет достаточно хорошо потому что мы за эти процедуры во-первых мы предуход делаем готовим кожу процедуре потом мы делаем форез например низкомолекулярной гиалуронки допустим антикуперозного геля с вазопротекторами и после этого мы делаем опять-таки успокаивающую маску воздействие на сосуды успокаиваем кожу мы кладем какой-то финальный крем хороший и тем самым мы таким комплексным воздействием постепенно еще и восстанавливаем кожу и в каком бы она негативном находилось настроение с обезвоженностью с какой-то с гиперчувствительностью внезапно повисшейся мы постараемся вот этим это нивелировать плюс хорошо-хорошо увлажнение и соответственно протокол процедуры мы его сто раз обсуждали это всегда поверхностное очищение это всегда подготовка кожи при помощи например массажа по энзимной маске влажными руками и после этого мы делаем саму аппаратную процедуру по выбранному препарату подобранному для пациента и дальше делаем вот эту опять-таки успокаивающую маску еще к процедурам которые обладают и форетическим и стимулирующим воздействием относятся естественно известная всем лазерная биоревитализация или гиалуронопластика ее еще там называют на самом деле это лазерная терапия с использованием опять-таки геля с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой геликонцентрата вот так как лазер низкоэнергетический да не который повреждающим действием обладает а который мягким действием обладает он как раз наряду с форезом с форетической активностью он еще и очень хорошо стимулирует все на тех уровнях куда он попадает керотиноциты эпидермиса фибробласты дермы сосуды лимфатические сосуды противоотечным действием обладает то в принципе лазерная биоревитализация это тоже процедура выбора скажем так на выход то есть мы можем успеть сделать например пять процедур до праздников и это очень хорошо потому что как раз на пятую шестую процедуру если мы делаем большой полноценный курс там из 10-12 процедур у нас как раз где-то на пятой шестой процедуре и проявляется самый такой хороший уже стимулирующий эффект не только наполнение эпидермиса и дермы влагой но еще и стимулирующий эффект то есть сияние кожи уже подтяжечка вот и действительно пять процедур это такой неплохой курс для лазерной биоревитализации можно сделать их ежедневно перед каким-то важным событием кстати очень хорошо делать лазерную биоревитализацию тем кто планирует например на новогодние каникулы уехать в теплые страны где жарко где фактически на юг то что для нас не характерно потому что инсоляция активная опять-таки фотостарение свободные радикалы а лазерная биоревитализация она как бы эндогенную защиту стимулирует от как раз инсоляции от ультрафиолетового излучения и поэтому так подготовить кожу к агрессивному воздействию ультрафиолета естественно надо ее защищать конечно от него при помощи средств с SPF защиты например мультипротектор SPF 50 у нас есть 50 плюс его как раз когда были клинические испытания в прошлом году перед тем как он вышел как раз и тестировали очень романтично испытуемые некоторые была целая команда серферов которая как раз где-то на экваторе зимой каталась на своих вот этих спортивных снарядах и были альпинисты которые восходили с этим социозащитным кремом нашим на Эльбрус это вот когда еще его не выпустили были клинические испытания он себя там очень хорошо показал поэтому если вы собираетесь на Эльбрус или куда-нибудь поближе к экватору то можно использовать его а лазерную пиолетализацию сделать предварительно для усиления собственно защитных функций нашей кожи это что касается форезов стимулирующих процедур но есть еще очень хорошая процедура микротоковой терапии да я тоже можно сделать пять подряд да то есть они это все все классическая физиотерапия все они делаются ежедневно или через день да если берется курс здесь у нас получается полкурса как бы если у нас неделя всего до праздников осталось и микротоковая терапия как раз очень показана для тех у кого тоничная тусклая усталая кожа потому что очень хорошо стимулируется дерма то есть хорошо очень активизируется кровоток снимается отечность то есть отличный совершенно лимфодренаж микротоки дают если правильно делать вот и кроме того еще можно дополнительно воздействовать на мимические мышцы то есть стимулируют те которые в гипотонусе например скуловые чтобы разгладить носогубные складки и допустим снизить тонус тех которые изначально в гипертонусе мышцы мимические находятся например подбородочные все вот эти вот мышцы которые придают унылое выражение лицу да и например мышцы сморщивающие бровь да процерус то есть мышцы гордецов лобные мышцы да все которые нам нужно расслаблять при помощи микротоковой терапии очень мягко не агрессивно мы можем влиять и на мимические мышцы подобно об этом я рассказываю всегда в семинарах в вебинарах на эту тему но надо понимать что форезы лазерная биоретализация и микротоковая терапия это процедуры выбора как раз которые можно или кратким курсом или просто единократно перед каким-то ответственным событием спокойно безопасно делать и кожа будет выглядеть значительно лучше после такой процедуры вот ну и естественно никто не отменял прекрасные руки массажистов особенно которые владеют различными методиками более скажем так продвинутыми умеют делать лимфодренаж умеют делать хиромассаж например и действительно несколько процедур даже такого хорошего массажа косметического зоны лица шеи декольте а лучше вообще всего тела это конечно очень хорошее такое подспорье в опять-таки приведении в порядок себя короткие сроки вот если делать косметический массаж лица шеи декольте то можно использовать наш питательный массажный вот этот вот крем спа апельсина это на самом деле хороший питательный крем из линии антиэйдж для лица но по нему можно делать косметический массаж расход у него конечно не такой как у масла больше то есть когда мы делаем массаж по крему Всегда надо понимать, что это где-то столовая ложка крема уйдет на область лица, шея декольте, но зато не обладает теми негативными свойствами, которые может, например, обладать масло. Не все могут себе, как говорится, позволить массаж по маслу, потому что у многих кожа не очень хорошо реагирует на масло и могут быть воспаления, закупоривания пор. Крем, как говорится, этих недостатков лишен. И, соответственно, мы можем использовать как основу подмассажные средства, либо потом после массажа сделать, например, альгинатную маску, используя сыворотки активные. Какой-то там вопрос. Очень хороший крем допробовали, да, наш? Вот. На самом деле, честно говоря, если длительный хер-массаж делать, спасибо, Кристина, за отзыв хороший, за добрые слова про наш крем. Мне тоже он нравится. И, на самом деле, для, естественно, массажа он не в 100-граммовом тюбике покупается, а есть специальные у нас вакуумные флаконы 500 мл, в которых он в профессиональном объеме идет как раз для массажистов. Но, в принципе, если вы делаете длительный какой-то массаж, и вам вот совсем-совсем очень сухая кожа, да, очень быстро впитывается крем, то можно, в принципе, его смешивать даже с базовым каким-то маслом, если это масло не повредит самому пациенту. То есть он хорошо переносит массаж по маслу. И тогда вы и преимущество крема, и, как говорится, длительность скольжения продлите. Но так, вообще, он скользит очень хорошо, да. Ну, а если это массаж, там, 20-30 минут длится, то масла никакой не нужно, достаточно крема. И очень вкусно пахнет апельсином. Там витамин Е, там масло ШИ, масло сладкого медаля, масло какао, нет никаких силиконов, парафина. То есть ничего такого, то, что есть в стандартных массажных кремах, да, потому что это, в первую очередь, питательный уходовый крем. Чаще его покупают домой в качестве ночного крема или, там, допустим, в холодный сезон использовать. Но при этом по нему прекрасно делать косметический массаж. Вот, сыворотки можно использовать под финальную маску. В случае микротоковой терапии или в случае после массажа, конечно, очень хорошо работают альгинаты. Вот, так как еще лифтинг дополнительно сохраняют. Вот, в качестве финала мы можем использовать крем для век из хомкера с эффектом лифтинга, витаматрикс со светоотражающими частичками и витаминами, АЦЕ тоже очень мы ее полюбили на этапах клинических испытаний. Вот, и, кстати, антиоксидантный коктейль витаматрикс из линии хомкер, это, на самом деле, не сыворотка, они требуют нанесения крема поверх нее. Это такое финальное уходовое средство. Можно, конечно, пудру, там, макияж, декоративную косметику не нести, но вот сама ее легкая текстура, она в то же время питательная, и вот эти светоотражающие частички, они создают эффект достаточно трендовый сейчас, если можно так выразиться, голой, сияющей, ухоженной кожи. Вот, и, кстати, по наблюдениям моим и коллег, витаматрикс очень нравится как раз пациентам с сухой кожей. Если вот наш крем увлажняющий, его любят с жирной комби, да, которым вообще очень сложно найти кремовую текстуру, которая не будет забивать им поры и вообще как-то мешать жить, вот, то витаматрикс как раз полюбили пациенты с нормальной сухой, больше кожи, хотя, в принципе, для комбинирования тоже очень хорошо. Вот, это что касается салона, да. А что касается «помоги себе сам», то есть домашнего ухода уже в заключение, да, вот, это, конечно, средства, которые мы можем использовать, причем такими, как бы сказать, интенсивными, активными курсами. И, что важно, мы должны обязательно наладить питьевой режим, нормализовать, по возможности наладить, улучшить влажность воздуха, если нет улажнителей воздуха, то хотя бы по старинке, там, какие-то тазики, там, с водой под батареей, влажные тряпочки на них класть, хотя бы хоть как-то так, да, и проветривать тоже, чтобы все-таки у нас такого, как бы, не было дома застойного воздуха, переполненного пылью, да, то есть здесь, как бы, уже вокруг себя создавать атмосферу более оптимальную, такую экологичную, вот, и лимфодренаж, лимфодренаж очень важен, у нас есть, на самом деле, влог, выпуск влога, где мы разговариваем об анатомии, в том числе лимфатической системы, я там несколько движений показываю, у меня нет никаких своих методик, там, те движения, которые относятся к лимфодренаже, которые я показываю в том видео, они знакомы каждому, вообще, врачу ЛФК, каждому массажисту, и большинство людей хоть когда-то с этим сталкивающихся, вот, но на самом деле замечено, что если мы начинаем делать лимфодренаж в области головы и шеи ежедневно и регулярно, то у нас очень хорошо улучшается цвет лица, тон кожи, уменьшается отечность, защита этого лица кажется более худым и лучше выглядит, вот, и я в конце вот эти движения напомню, если, может быть, это будет кому-то полезно, ну, или можно посмотреть вот этот выпуск влога, где я тоже их показываю, там, наверное, более как-то удобнее, да, на профессиональную камеру, когда мы снимали, чем на вот веб-камеру, это все увидеть, но скажу тоже. Значит, что в домашнем уходе важно, да, что самое основное, да, мы можем сделать, вот, мы можем убирать гиперкератоз, интенсивно увлажнять, да, и мы должны это делать, ну, какие-то вот такие интенсивные средства использовать прямо каждый день для того, чтобы в праздники войти с подготовленной кожей. Так вот, цель, да, увлажненность, тонус торгер, улучшить кровообращение и осуществлять регулярную профилактику гиперкератоза. Для этого утром, соответственно, и вечером мы очищаем кожу при помощи мягких очищающих средств, потому что наша задача сохранить микробиом, сохранить гидролипидный барьер, а не разрушить его, обезжирить там и, в общем, всячески продезинфицировать. Вот мы берем гель очищающий наш, прекрасный, который все очень любят уже с кокоглюкозидом, который никогда в жизни не вызовет чувство стянутости, каких-то негативных дискомфорта, да, потому что он очень-очень мягкий. И надо обязательно помнить, что когда мы гелемомываемся, гелемом и пенкой, мы всегда наносим эти средства на влажную кожу, потому что очень частая ошибка, когда гелевое средство наносят на сухую кожу, оно действительно потом будет вызывать чувство стянутости, может вызвать, да, даже если оно мягкое. Но когда мы наносим на влажную кожу, и средство в самом себе мягкое, то никогда таких вот дискомфортных явлений не будет. Поступил вопрос, будет ли запись, да, обязательно будет. В конце вебинара я еще раз повторю промо-код, который на 10% скидку, который по традиции мы всегда предоставляем участникам вебинара. Вот вначале он тоже был, но просто когда будет выложен уже вебинар, уже этой информации не будет. Вот, и он будет действовать неделю. Запись обязательно будет выйти в течение нескольких дней на нашем канале в YouTube. Значит, смотрите, утром-вечером мы очищаем мягким средством кожу, да, можем использовать гель, можем использовать пенищуюся нашу новую сыворотку, да, ой, не сыворотку, извиняюсь, это мусс с алоэ вера. Я уже стараюсь торопиться, потому что время у нас ограничено немножко нашего вебинара, чтобы он не длился вечно, да, но хочется все успеть. Так вот, кстати, по вот этой вот очищающей новой пеночке, да, то есть муссу, тоже можно успеть вполне себе немножечко продренажить, промассировать, да, потому что пока мы ее наносим, да, она имеет очень хорошее тактильное ощущение, она очень мягкая, она не превращается сразу в воду, она хорошо катается, то есть можно тоже использовать. Но мы всегда моющие средства надолго на коже стараемся не оставлять, да, не возимся долго-долго, да, вот уже поступил хвалебный отзыв про нас муж, я тоже, у нас на самом деле все сотрудники, кто его тестировали, просто, ну, можно сказать, тащатся от этого гуса, да, от его приятного запаха, от его текстуры, потому что на самом деле с пенообразователями, ну, много всяких средств встречается, да, но не все они идентичны по качеству. Этот, конечно, очень хороший, тоже, кстати, что немаловажно, не содержит никаких агрессивных паф, то есть не лаурет, не лаурилсульфатов здесь нет, здесь тоже есть и кока-глюкозит, как в нашем геле очищающем, да, есть полигрицилл-4К-прат, который и паф, и одновременно эмульгатор, и ТОККЛ-глутамат, который является тоже неоногеном, мягким паумом, да, то есть очень мягкое очищение идет. Так вот, утром-вечером умываемся, да, и обязательно тонизируем кожу. И в данном случае здесь я всегда советую, тут, конечно, все индивидуально, может кто-то и кислотным тоником нашим, саха-кислотным, и хорошо кожу свою постимулировать, да, но очень важно, хочу тоже его взять, где-то я его только что показывала, вот, лосьон-концентрат-нео, лосьон-концентрат-нео – это 10-процентный липосомальный дигидрокверцетин, вот, да-да, вы меня прямо сняли с языка, Кристина. Вот, я только-только хотела вот как раз рассказать про него, что лосьон-концентрат-нео, я его обычно рекомендую, конечно, пациентам моего поколения, да, пациентам с атоничной тусклой кожей, с кожей курильщика, вот, потому что, ну, по факту это, конечно, активный концентрат, его можно под коллагеновый лист, под альгинат и так далее класть, пропитывать им маску, делая вот эту сфарфоровую кожу эффектом, но так как это жидкое средство, да, его прекрасно можно нанести на ватный диск и протереть кожу. Это мой самый любимый тоник, можно сказать, вообще по жизни. И лосьон-концентрат-нео действительно, как раз вот как-то нам нужно быстро кожу реабилитировать и улучшить микроциркуляцию, это препарат выбора, который можно использовать в качестве действительно тоника. То есть после умывания мы протираем им лицо. Вот, и он содержит 10% липосомального антигидрокверцетина, и он содержит все те же экстракты, которые содержатся в геле для сухой нормальной кожи, на маске АКУ удовольствия, то есть это арника, плющ, бузина, постельница, лекарственная мальва, огурец, вот, который тоже очень хорошо влияет на сосуды. Вот, если кожа комбинированно жирной, в приоритете, да, уменьшение выработки кожного сала, то можно, в принципе, взять тоник для жирной проблемной кожи, который тоже без всяких сушащих компонентов, да, он больше балансирующий, с гомомелисом, с солью рапан, и тоже можно его использовать. Но лосьон-корцитатное, он, конечно, не конкуренция в этом плане. Вот, дальше мы используем активные средства. Если мы в обычном, рутинном уходе, ну, не всегда используем сыворотки и так далее, если мы хотим быстро кожу привести в порядок за какое-то ограниченное количество времени, то, конечно, максимум активных средств с маломолекулярными формами гиалуронки, с пептидами и так далее, которые будут работать, ну, как говорится, с первой процедуры, с первого нанесения. Так вот, утром мы можем использовать сыворотку интенсив омоложения на все лицо, в том числе даже на кожу вокруг глаз. Можем, если есть гипертонус мышц мимических, их наносить в места, где мимические морщинки у нас формируются, вокруг глаз, лоб переносится, ну, частично, может быть, над верхней губой, сыворотку с аргерелином. Это миорелакс. Миорелакс. Такой желтенькой полосочкой. Кстати, скоро у нас вот эти упаковки заменят 30-граммовые флаконы. Они будут в них, но нам обещают, что маленькие вот эти удобные тюбики, которые хорошо брать с собой куда-то в поездке, и они останутся в виде пробников, ну, то есть самых маленьких. Они сейчас тоже практически вся косметика есть в этих маленьких 5-миллилитровых тюбиках. И всегда можно даже, если пациенту назначаешь что-то, боишься, что какая-то реакция будет до антикуперозной гели, раз маленький, да, он попробовал, потом уже полноразмерный флакон. То есть интенсив омоложение, миорелакс можно использовать как активное средство. И дальше мы наносим увлажняющий крем, если нам нужно SPF-10, например, или прекрасный вот этот Витаматрикс с сияющим эффектом. Да, малышек мы оставим. И у нас причем сейчас вот эти маленькие тюбики, практически вся продукция есть, как говорится, в них. Их можно купить, да, иногда мы там на выставках еще что-то вообще бесплатно раздаем. Вот, потому что действительно очень удобный формат. Именно такой travel формат. Значит, вечером, да, мы тоже наносим обязательно активный уход. То есть это может быть интенсив омоложение, это может быть миорелакс. Если более, ну, проблем беспокоит именно тургора тонуса, можно актив лифтинг использовать, сыворотку с полуаном, с кофеином. Вот это вот. И после этого мы наносим, кстати, утром тоже мы наносим обязательно средство вокруг глаз, да, кремовое, потому что будет дополнительно работать с этой зоной. И вечером то же самое. Сначала активные сыворотки, потом средство вокруг глаз. И, например, да, если кожа карминированная или жирная, нам ночной крем не нужен. Ну, если кожа сухая, да, или нормальная, или склонная к сухости, мы можем использовать дополнительно в качестве ночного крема с папельси. И если у нас проблема, которую мы обсуждали, именно в реактивности, в повышении чувствительности кожи, нарушении иммунитета, и, в принципе, если тургор тонус нарушен, тоже можно использовать. Мы используем сыворотку пробиоскин с пробиотиками, с пребиотиками, которая еще дополнительно приятным бонусом имеет достаточно выраженный, как ни странно, эффект лифтинга. Вот, поэтому мы можем вечером использовать вот эти вот сыворотки. В принципе, можем их чередовать. Утром, например, сыворотку интенсив-омоложения Миорелакс под кремы для глаз и там увлажняющий Левитоматрикс. А вечером мы можем использовать, например, сыворотку пробиоскин в качестве активного средства. И, как говорится, крем для глаз еще поверх нее, потом нанести крем для век с эффектом лифтинга. Вот такой вот будет уход. И что самое важное именно в том, чтобы подготовить быстро кожу к каким-то ответственным мероприятиям, это как раз убирать гиперкератоз и интенсивно увлажнять при помощи масок. Вот, при помощи масок, сейчас отвечу на вопрос. Вот, для этого мы вечером после умывания наносим маску энзимную пектиновую, вот эту, на кожу лица и делаем по ней самомассаж. Вот, можно, в принципе, если гиперкератоз сильно выражен и закупориваются поры достаточно интенсивно, то можно ее положить под пленку, как холодное распаривание. Экспозиция максимальная 15 минут. Вот, и дальше мы ее после экспозиции смываем и наносим маску Акового удовольствия, как я уже показывала, толстым таким слоем, чтобы она как большой гидрогелевый пейдж лежала на лице. И вот такой будет интенсивный уход. Маску энзимную пектиновую, то есть эксфолиатор, мы можем использовать, ну, желательно не больше двух раз в неделю. Соответственно, ну, грубо говоря, нам до праздников осталось 5 дней, мы ее используем в 2 раза, да, сегодня там и еще через 2 дня. Вот, а если Акового удовольствия, соответственно, мы можем использовать хоть каждый день. Поэтому мы Акового удовольствия можем использовать интенсивным курсом. То есть каждый вечер после умывания нанести Акового удовольствия, потом ее снять влажной салфеточкой, да, смоченной водой, одноразово удобно, и нанести уже тоник, сыворотку и, если нужно, крем. Так вот, если же мы как раз используем, отвечу на вопрос сейчас быстро, чтобы не забыть, спа-апельсин не жирнит, в том числе и дело, за что его любят, то что хоть он и питательный, но после него, например, с утра нет эффекта жирного блина, как некоторые выражаются на лице, то есть он достаточно хорошо впитывается, то есть если мы его нанесли чуть-чуть, он впитывается очень хорошо и не жирнит. Если мы его взяли много, то мы имеем возможность сделать 20-30 минут массаж подряд по нему. То есть вот такая вот система. Там как бы нет такого жирного блеска от него, как от большинства, например, стандартных массажных кремов, потому что это в первую очередь питательный крем, а уже во вторую массажный. Так вот, по поводу, и мы как раз к последнему нашему пункту подходим, лимфодренаж. Так вот, когда мы, например, энзимную маску используем, мы тоже можем сделать сам массаж с элементами лимфодренажа. Если какое-то другое время, мы, например, снимаем вечером макияж, мы можем использовать гидрофильное масло, любое хорошее, качественное, например, корейское масло. Я всегда советую, если плотный макияж, например, вы используете, использовать хорошее гидрофильное масло. К сожалению, в гильтеке пока нет именно гидрофильного масла. Я даже в кабинете держу всегда какое-нибудь неплохое по качеству. Как правило, гидрофильное масло хорошее, оно не дешевле 700-800, а то и 1000 рублей стоит, но оно того стоит. Как правило, это хорошее базовое масло в смеси с каким-то павом, например, полисарбатом 20-80 или еще какими-то там павами. И при контакте с водой это гидрофильное масло превращается уже в такую вот текстуру уже как бы моющего средства, то есть пеночку. Вот еще неплохое, в принципе, если не брать чисто косметику, например, корейскую, они любят гидрофильное масло, а еще неплохое масло у Атодерм, называется оно. То есть это у нас, если не ошибаюсь, Биодерма. Вот, могу наврать, но вот такой большой флакон полулитровый, да, и как бы для отобичной кожи он, как правило, назначается, называется Атодерм. По-моему, его как раз выпускает фирма Биодерма с голубым дозатором. Вот он тоже, в принципе, подходит. Это масло с павами, да, правда там, конечно, масло, по-моему, минеральное, но для снятия плотного макияжа, в принципе, годится. Вот пенки корейские, они жестковаты для нашей кожи, как раз после гидрофильного масла, например, корейского или какого-то еще, очень хорошо используют нашу пеночку, вот этот вот мусс. А вот масла, в принципе, подаются неплохие. Так вот, если вы используете это масло гидрофильное вечером, вот вы как раз поднимут и можете сделать лимфодренаж. На самом деле элементы лимфодренажа можно делать и по любому средству косметическому, которому вы наносите. Но есть основные моменты, да, я, конечно, не преподаватель по там самомассажу и так далее, но такие простые вещи, напомню, на всякий случай, потому что нас смотрят не только косметологи, да, а просто простые люди, которые хотят за собой ухаживать, да, и в принципе ничего сложного нет. Потрать 5 минут утром и вечером сделать себе такой легкий самомассаж, разгрузить область головы и шеи и тем самым улучшить качество кожи и внешний вид лица, да. Вот, главное не лениться, я сама ленюсь это делать, честно скажу. Вот, так вот, самое важное это прокачать региональные лимфоузлы, то есть, как бы открыть доступ к лимфе, чтобы она могла уходить, как говорится, в нужном направлении, вот, а не пытаться, как говорится, выдавить лишнюю интерсоциальную жидкость, да, закрыв этот тюбик, не прокачав лимфоузлы. Я об этом подробно тоже рассказываю в влоге в нашем, который касается анатомии, но вот сейчас буквально там пару движений покажу. Значит, сначала мы начинаем, наносим, например, гидрофильное масло, начинаем с легких таких, прямо буквально мягких нажатий, потому что у нас лимфоузлы находятся, ну, буквально там 3 мм под кожей, очень близко, вот, и мы мягенько вот так вот раз 10-15 нажимаем над ключицами, да. Потом мы можем растереть и тоже понажимать под ключицами, потому что здесь такие крупные лимфоузлы находятся у нас. Как бы можно, конечно, продолжить дальше в сторону подмышечных лимфоузлов тоже, как говорится, массажное движение сделать, но самое основное прокачать вот эту группу. Вот, после этого можем разгружать область шеи и головы. Сначала мы ставим, попробуем показать, вот так вот руку, да, боком, и ведем по боковой поверхности шеи, вот, где грудино-ключично-социевидная мышца, да, частично трапециевидная находится. Вот так вот мы несколько таких делаем движений, тоже раз 10-15, да, оптимально 15 считается. Вот, дальше мы заднюю поверхность, сейчас попробую тоже показать, заднюю поверхность тоже ставим ладонь и разгружаем. Вот так. Вот, можем область седьмого шейного позвонка, где у нас холка, да, формируется периодически, такое случается, да, с нами. Вот, можем тоже размять эту область и таким образом шею мы разгрузили, да. После этого мы разгружаем вот таким вот движением к ушам теноры, ставим под подбородок и разгружаем, соответственно, под подбородочную область, да. У нас крупные лимфоузлы, сейчас снимем наушник, находятся спереди и сзади уха, то есть это околоушные лимфоузлы. И, соответственно, если мы сделаем вот так, вот, дальше мы можем сделать что? Мы можем поставить вот так ручки и разгрузить, соответственно, опять-таки к околоушной зоне нашу среднюю треть лица. Вот, тоже все сбрасываем вниз. И каждое движение мы делаем раз по 15. Вот, можем разгрузить область вокруг глаз, да, для этого мы ведем вокруг глаз, да, как у нас идет, круговая мышца глаза. И дальше вот так вот вдоль, ну, фактически, носогубной складки тоже сбрасываем лимфу. Да, тоже так делаем несколько раз, лучше 10-15, потому что у нас вот здесь проходит как раз самый основной коллектор лимфатический, который отводит лимфу от этой зоны. Ну, и лоб у нас, соответственно, тоже через височную зону к околоушным лимфоузлам и дальше вдоль грудино-ключично-сосцевидной мышцы, ключицы вот такими вот движениями можем тоже освобождать. Вот, и заканчиваем мы вот эти все наши манипуляции, опять-таки, прокачкой региональных лимфоузлов. Вот эти самые простые, простейшие абсолютно движения, которые известны любому массажисту и врачу ЛФК, медсестре, вот, это помогает действительно придать тонус определенный, разгрузить, снять отечность, особенно по утрам для, в общем-то, любого человека, и сделать это несложно. Вот, существует, конечно, много всяких разных самомассажей, более продвинутых, и, в общем, можно и полчаса заниматься самомассажем, и целые курсы самому себе делать, да, я, как бы, за, как говорится, любой дебош, вот, но ежедневно ручной лимфодренаж головы и шеи, вот такой самый-самый простенький из, там, пяти-шести движений, он действительно помогает быстро привести в порядок, да, насколько это возможно, наше лицо, да, и как-то даже лучше себя чувствуешь. Вот, наверное, все, что я хотела сегодня сказать перед нашими праздниками. Вот, если какие-то будут вопросы, пишите на инфо собака-гильтек-медика, можно писать на косметолог собака-гильтек-медика, то есть, мне лично, или на инфо с пометкой вопрос косметологу, то есть, если появятся какие-то вопросы вдруг после, обязательно отвечу.